Команда КВМ, люди добрые, ДГТУ, Ростов-на-Дону! На сцене команда из Ростова. Во, во, парень, тормози. Добрый вечер, Курск. Я уже поздоровался. Молодец. На сцене команда из Ростова. Я не понял, что происходит? Хорошо, если кто-то забыл, я напомню. Вообще-то у нас в команде матриархат. Нет. Да? Да с чего это? Ну ты сам посуди, сейчас миром правят женщины. Королева Англии, Ангела Меркель, Барак Обама. Кать, Барак Обам мужик. Да? А идет себя как баба. Чуть-то обижается, Путину названивает, друзей против России настрадывает. Вообще-то я главный, я начну. Кать, а тебе не кажется, что ты зажралась? Нет, не кажется, а тебе кажется? Нет, не кажется. А что-то я тему поднял? Не знаю. Ну все. Ну все. Аж легче стало. Кать, да расслабься же? Да уже расслаблась. Вчера ходила в клуб, подходит ко мне парень и говорит, девушка, вашей маме взять не нужен. Ну слава богу, мама как раз с бара вернулась, и как-то на месте кандидатуру рассмотрели. Кать, а ты такая знаешь, потому что у тебя мужика давно не было. Это у Тимошенко мужика давно не было. Кстати, хотите анекдот? Баллотируется как-то в президенты зэк, боксер и дартвы, да? И что дальше? А никто не знает, что дальше там 25-го как раз решится в сум. Ладно, ребят, ну и так с вами зачетули. Давайте начинать. И как говорит Елена Ваенга перед каждым своим концертом. Ну все, ребят, я под шопе. Давайте музычку. Ну что же, добрый вечер. Итак, с каждым и даже с каждым могла произойти такая ситуация. Случай на улице. Леха. Девушка в грубой форме отшила парня и сразу после этого пошел клощадь. Я бы, конечно, пустил тебя в базу, но тут же слишком мало места. Я же жирный. Ну вот ты неправильно меня понял. Ах да, я забыл. Я же еще и тупой. Сережа. Хорошо, что не никак, как прошлой ночью. Ну я все мог, приопусти меня. Я слышал, скоро воду отключат. Так что лови момент. Немножечко социального юмора. Депутаты разворовывают госбюджет. Так, 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 стоп. Что за цирк вы тут устроили? Да что вы все время влазить в наше выступление? Да что, самая умная? Ну да, и самая красивая. Красивая. Вообще-то существует четкая градация красоты. Вот смотри. Ты так красива, я так красива, рядом с тобою. Ты любимая, но осталась. То есть, действительно, видаете, что я страшная? Но ведь главное не внешность, главное внутренний мир. Господи, я даже говорю уже как страшная. Так, ладно, ладно. Это по красоте, а давайте-ка встанем по уму. Какая ирония! Кровновское движение показывают люди, которые никогда не узнают, что это такое. Поэтому я считаю, что уж лучше быть умной. Ты так говоришь, потому что ты ржавая. О-о-о-о-о-о-о-о! Шутки над физиологией! Как же низко! Как низко ты вырос! Вы понимаете, если я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ведь человек, он не выбирает, каким родиться. Другое дело, что он жирный. Или глины с зубастой. Или гном с бородой. Или этот симпатичный неприметный парень. Где он? А, симпатичный неприметный парень. Кстати, я Катя. Как? Ты опять называла меня толстым? Серёж, вот ты возьми себя в руки как-то, займись спортом. Спортом? Ты никогда не занимался спортом? Ну, например, бассейн. Бассейн? Ты не знаешь, что такое бассейн? В Юску только разговоры, что он бассейн. Случай в криминальном районе. А я ему, короче, говорю, да отдал мне такой. Слышь, братишка, ты поаккуратнее ходи. Извините, пожалуйста, Катюш, пойдём отсюда. В смысле пойдём? Слышишь? Мне сейчас что-то рыжая баба тут доказывает будет. Ты чё, Ромси попутал, чуха? Думаешь, я дикто так напрямую не устрою? Я тебя по Лину загажу, точно к ничу панты колотить. Я тебя на перо посажу, у параши зарой. Я не горя, меня не волнует. Я его прикрой, стявка. Выкупил тебе косяк? С освобождением! Благодарствую. Пойдём, киса. Многие люди боятся, что родители заведут второго ребёнка. Итак, дочка узнала, что в семье планируется пополнение. Родители, присядьте, нам надо с вами серьёзно поговорить. Мама, ты понимаешь, что ребёнок – это большая ответственность. Батя, куда ты лезешь? Тебе 45. Ты понимаешь, что это крест на твоей карьере? Вообще-то я генеральный директор. Что, всё сдался, да? Ты пойми, мы с твоей мамой молоды. Ой, значит, как детей рожать, мы молодые. А как фильмы с интернета скачать-то, Катя, помоги, я куда-то не туда нашёл. Катя, дети – это цветы жизни. Зачем вам чётное количество цветов? В общем так, я категорически против. Почему? Я не готова в десять лет стать старшей сестрой. Ну и напоследок. Мужчины, когда вы знакомитесь с девушками, вы совершаете слишком много ошибок. Что же говорить, давайте посмотрим на конкретном примере. Привет, может познакомимся? И сразу первая ошибка – парень пытается познакомиться с парнем. Меня зовут Сергей, я из Рыльска. Я прошу прощения, первая ошибка была – родиться в Рыльске. Может быть, клуб скоро? Я не люблю большие скопления людей. Ты что, социопат? Вот из-за таких шуток люди и становятся социопатами. Кружка, поехали ко мне. Слышь, руку убери, сейчас мой парень тебе лицо напьёт. Отличная возможность показать девушке, как много она для тебя значит. Какой парень, я чуть 20 минут знаю. Девушки очень любят комплименты. У тебя очень красивая грудь. Почему грудь? Грудь – это вторичный половой признак. У мужчин это ходы. Мы же не говорим, вот это у тебя ходы. Вот так вот взять собой за него. Жрать хорошенько, вот так вот. Умливайся. Ты мне очень понравилась. Я не пью тебя. Может, поедем ко мне? Не знаю, я бы поехала. А я и поеду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ